Предстоятель Русской Церкви совершил визит в Новороссийскую епархию. В рамках поездки святейший патриарх Кирилл посетил Геленджик и совершил чиновеликого освящения новопостроенного Андреевского кафедрального собора. После этого в соборе была совершена божественная литургия, которая транслировалась в прямом эфире нашего телеканала. У входа в храм предстоятели встречали епископ Новороссийский и Геленджикский феогност, представители власти и государственных корпораций, духовенства, православной молодежи, казаки. Его святейшество сослужили управляющие делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, архиереи Кубанской митрополии, владыки Екатеринодарской, Майкопской, Сочинской, Новороссийской, Тихорецкой, Ейской и Армавирской епархий. Освящение закладного камня в основании будущего собора состоялось в 2014 году. Храм при въезде в город со стороны аэропорта Геленджик и Новороссийска возведен на возвышенном месте. На территории есть даже смотровая площадка, с которой открывается вид на город Геленджик и Черное море. Пятикупольный собор во Владимиро-Суздальском стиле способен вместить до двух тысяч человек. В росписи интерьера выполнены мастерской Палехский иконостас. Нижний храм собора освящен в честь святителя Иоанна Златоуста. За богослужением во внимание к трудам по строительству Андреевского собора его настоятель, священник Максим Пьянков, был удостоен правоношения наперстного креста с украшениями. По окончании богослужения епископ Новороссийский и Геленджикский фиагност приветствовал святейшего Владыку и преподнес список курской коренной иконы Божьей Матери. Затем предстоятель обратился ко всем с первосвятительским словом. Мы, христиане, помимо добрых дел, которых уж не так часто у нас и набирается, имеем совершенно особую силу, которая нас спасает. Мы верим, что в ответ на нашу веру, и, конечно, очень желательно в ответ на добрые дела, нас спасают не сами дела, потому что они ничтожны пред лицом Божиим, если даже нам кажется, что они велики, а спасает нас благодать Божия. Мы получаем благодать в Церкви и через Церковь, через общину верующих, которая связана непрерывной цепью иерархического рукоположения с самими апостолами. Где же собирается эта община верующих? Где тело Христово проявляет себя как тело? Тогда, когда совершается Таинство Евхаристии, а это Таинство совершается в Божьих храмах. И как же замечательно, что и сегодня мы совершили Божественную Евхаристию в этом новом, прекрасном, построенном храме, который является в первую очередь свидетельством веры всех вас. И обращаясь к вам, дорогие жители Кубани, я хочу еще и еще раз сказать вам, храните это, завещанное вашими героическими предшественниками, вашими предками, храните это сокровище, веру православную. Воспитывайте в ней своих детей и внуков. И помните, что именно вера является сердцевиной всех других добродетелей, в том числе и любви к Отечеству и к родному краю. В дарного построенному храму святейший патриарх Кирилл передал икону преподобного Герасима Болдинского с частицей мощей святого. Епископу Феогносту во внимание к трудам на благо святой церкви предстоятель вручил орден преподобного Сергия Радонежского во второй степени и памятную панагию. Затем во внимание к помощи в строительстве Кафедрального собора апостола Андрея Первозванного состоялось вручение церковных наград, которых были удостоены глава администрации Краснодарского края, министр промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный директор госкорпорации Рустех и другие благотворители. Прихожанам и гостям праздника были вручены иконки апостола Андрея Первозванного с патриаршем благословением.